Теперь давайте разберемся с базовыми настройками программы КВИК. Я буду разбирать не все пункты, а остановлюсь только на самых важных. Для того, чтобы перейти в настройки, мы нажимаем пункт меню система, затем настройки и основные настройки. Здесь у нас представлены различные пункты настроек. Сейчас мы будем пошагово по этим пунктам идти, и я буду говорить, где у меня стоят основные галочки. Во-первых, самый главный пункт это программа. Что у меня здесь стоит? Во-первых, устанавливать соединение. Если здесь стоит галочка, то при запуске программы у нас автоматически будет появляться окошко, в которое можно будет ввести свой логин и пароль. Далее, в настройках у меня также стоит галочка напротив пункта обновлять версию программы. Она нужна для того, чтобы КВИК автоматически проверял обновление и в случае появления новой версии, предлагал бы нам загрузить ее себе на компьютер и установить. Еще одна галочка стоит напротив пункта запрашивать подтверждение на выход из программы. То есть, когда мы будем закрывать торговый терминал КВИК, то у нас будет высвечиваться сообщение с уточнением, действительно ли мы желаем завершить работу. Это достаточно удобно, потому что иногда бывает, что случайно закрываешь терминал, и потом приходится заново строить окна, если были произведены какие-то изменения на рабочем столе, и повторно вводить логин и пароль для входа. В общем, тратить свое время. Идем дальше. Снова открываем настройки. И теперь я хотел бы обратить ваше внимание на пункт панели инструментов. Здесь я рекомендую вам самое главное поставить галочки напротив пунктов стандартная, свои таблицы и график. По сути, это настройка отображения нашей панели быстрого доступа. Стандартная панель это вот эти основные пункты. Здесь я пользуюсь в основном установкой, либо разрывом соединения. Панель своей таблицы позволяет быстро создавать таблицы сделок, таблицы заявок и так далее. А панель график это различные графические элементы, кнопка координатов курсора и так далее. Об этих элементах я еще буду рассказывать в дальнейшем. Также панель быстрого доступа можно настроить следующим образом. Достаточно правой кнопкой мыши нажать в любом месте меню, например вот здесь, и поставить галочки напротив тех пунктов, которые нам необходимы. Теперь переходим к следующему пункту, пункту получения данных. Здесь я рекомендую поставить вам галочку напротив с учетом настроек, выбранных через пункт меню система, заказ данных, поток котировок. Если тут стоит галочка, то тогда мы с вами сами сможем выбирать те инструменты и те доступные параметры, которые мы хотим поставлять в торговый терминал Quick. То есть, если мы с вами выберем очень много инструментов, то у нас Quick может подвисать, поэтому желательно выбирать только те инструменты, те доступные параметры, которые мы используем во время торговли. И запрашивать данные раз в одну секунду. Это скорость поступления данных в таблицу текущие торги. Можно поставить здесь одну секунду. Далее переходим в пункт сохранения данных. Тут можно поставить галочку напротив пункта данные, отражающие текущее состояние и всю историю изменений. В таком случае будут загружаться все исторические данные, поставляемые брокером. Следующий момент. Если мы ставим галочку на пункте «Получать пропущенные данные», то если мы, например, не следим за рынком, ушли куда-то, выключили торговый терминал, а потом спустя какое-то время снова его запустили, то если не будет стоять галочка, то те данные, которые вы пропустили, не будут прогружены в торговый терминал Quick. То есть графики построятся кусками. Поэтому лучше, чтобы галочка у вас здесь стояла. И последнее это пункт «На сервере». То есть если вы собираетесь получать данные за прошлые торговые сессии, то нужно обязательно отметить этот пункт, иначе у вас будут выводиться данные только за один торговый день, за текущий торговый день. Далее пункт «Файлы настроек». Здесь самое главное сейчас это то, чтобы у вас стояли все эти галочки. Это позволит при закрытии торгового терминала Quick сохранять все настройки, чтобы у вас ничего не пропало, никакие таблицы или графики не сбились. С этим пунктом до конца мы еще разберемся в конце нашего видеокурса. Затем идет контекстное меню. Тут смотрите, если стоит галочка напротив «Показывать неактивные пункты», то при вызове контекстного меню, напомню, что контекстное меню — это когда мы, например, строим какую-нибудь таблицу, и в области этой таблицы кликаем правой кнопкой мыши. Появляющееся окно — это и есть контекстное меню. Так вот, если стоит галочка напротив «Показывать неактивные пункты», то при вызове контекстного меню у нас серым цветом будут отображаться неактивные элементы. То есть это означает, что эти элементы вроде бы могут здесь быть, но по каким-то причинам они отсутствуют. Возможно, мы просто куда-то не туда нажали. Поэтому, если мы попробуем нажать, например, не на пустую область построенной таблицы, а непосредственно на саму строчку, где у нас сейчас котируется фьючерсный индекс РТС, то у нас сразу же большая часть пунктов станет активной. Пункты станут не серыми, а черными. Вот для этого в настройках как раз и ставится галочка напротив пункта «Показывать неактивные пункты». И здесь есть еще один момент — это настройка правой кнопки мыши. Можно выбирать. Либо мы будем использовать правую кнопку мыши для того, чтобы снимать заявки, либо для того, чтобы вызывать контекстное меню, либо для того и другого. Контекстное меню, как я уже говорил, это когда мы нажимаем правой кнопкой мыши, и у нас появляется специальное окошко с настройками. Снятие же заявки — это если, например, мы выставляем заявку и два раза правой кнопкой мыши кликаем на эту заявку в таблице заявок, то данная заявка у нас автоматически снимается и становится неактивной. То есть здесь уже делайте так, как вам будет удобнее. У меня, например, стоит галочка напротив пункта «Снятие заявки» и «Контекстное меню». То есть можно использовать обе функции. Переходим дальше. Пункт «Экспорт данных». Здесь я вообще ничего не трогаю, все стоит по умолчанию. Буфер обмена, шрифты и звуки тут я тоже не трогаю, то есть все остается по умолчанию. Шифрование. Этот момент мы уже с вами разбирали, когда прописывали пути к нашим ключам доступа. Далее пункт «Новости». Тут я тоже ничего не делаю. Следующий пункт «Торговля». Тут опять-таки делать ничего не нужно. Это уже такие моменты, которые большинству начинающих трейдеров в первое время просто-напросто не нужны. В большом разделе «Торговля» на мой взгляд важен только один пункт – это заявки. К этому моменту мы еще обязательно с вами вернемся, но чуть позже. На этом здесь все. А в следующем видеоуроке мы попробуем с вами создать закладки. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ